Эта небольшая автостоянка около таможенного поста на юге Казахстана стала пристанищем для более чем 200 таджикистанцев. Уже третий месяц люди вынуждены жить в нечеловеческих условиях. Кругом полная антисанитария, спать приходится на земле, некоторые голодают. Тяжелее всего беременным, старикам и детям, среди которых есть... Еду готовим, где-то 100 человек кушают, остальные голодают. Даже беременные женщины здесь находят. Они сами из мусорных пакетов для себя строили палатки из мусорных. Прямо дети грязные, некоторые люди даже 20 дней не купались. До карантина все эти люди жили и работали в Казахстане и России. Когда объявили, что границы закрываются, ринулись на родину. Но попасть в Таджикистан не удалось. Власти Узбекистана отказались пропускать мигрантов через свою территорию. Закрыты границы даже для умерших. Умар рассказывает, больше недели назад из России сюда привезли тело погибшего таджикского рабочего. Гроб несколько дней пролежал под солнцем на автостоянке. От него воняло, если честно. Ну, труп, если человек умирает, от него воняет. В ДЦЕ наши ребята его похоронили. Последние дни приходится буквально выживать, признаются люди. Деньги у многих закончились. Что делать дальше, они не знают. Власти Таджикистана отреагировали лишь пару недель назад. И то после жалоб в соцсетях. Представители посольства приехали проведать людей, но когда их вывезут на родину, не сказали. Нам очень нужна помощь. Куда смотрят наши власти? Мы просто хотим вернуться на родину. Нам всё время говорят, чтобы мы ждали. Но сколько уже можно это терпеть? До посольства Таджикистана в Казахстане нам дозвониться не удалось. В свою очередь в Министерстве иностранных дел Казахстана говорят, Проблема в том, что власти Узбекистана не хотят пропускать таджикистанцев через свою территорию. Стороны ведут переговоры. Так как таджикские власти готовы их забрать, мы им дали разрешение еще в те же первые дни, когда получили информацию. Такое решение было принято госкомиссией. Сейчас таджикская сторона согласовывает вопросы транзита через территорию Узбекистана. Как только узбекская сторона разрешит, эти граждане спокойно уедут к себе домой. Пока гражданам Таджикистана помогают местные жители. Они обеспечивают людей продуктами питания, лекарствами, одеждой. Но одних усилий волонтеров мало. Ернур Дошанов, Ганнизато Спанов. Настоящее время Азия. Казахстан.